всем привет продолжаем играть fallout и размышлять на всякие темы ну и сегодня мы продолжим то что мы уже давненько начали а именно я зачитываю часть ну не часть какие-то главы из книги высококачественный код или точнее совершенный код стила макконнелла кто еще не приобрел советую приобрести книгу и сегодня продолжаем предыдущую тему предыдущей теме мы я зачитывал такую тему как вы высококачественные методы и в прошлый раз я остановился на том что я перечислил связанность виды связанности которые считаются считались менее эффективными то есть я перечислял до этого эффективные то есть виды связанности потом перечислил виды связанности которые менее эффективные ну и сегодня я продолжу и есть еще виды связанности которые обычно не приемлемы но их тоже нужно знать для того чтобы ну возможно в будущем избегать проблем с этим всем ну и дальше пойдем по главам там удачный мет имена методал и т.д. и т.п. но я уже загрузился пока у меня тут кое-что подгружалась на компьютере я вот зашел сюда здесь была дверь и взломал оказалось я так понял это дом века потому что я нашел рацию века рации века ну так как она отдельно выделена как рации века значит она мне пригодится при выполнении каких-то квестов так одет выход а вот но соответственно соответственно у меня был вроде квест найти века или не тут он был но где-то был праве к варро я наверно а найти торговца века да и в принципе в этих локациях кламате и в орудия я все все вроде сделал ядовитых пещерах мне пока делать нечего потому что там надо отремонтировать генератора меня умения мало средственно пойдем чего-нибудь поищем куда новую локацию сейчас мы туда пройдем я ну най о водка как раз какая-то сейчас я и найду какую-нибудь локацию поговорим об этой локации что это за локация ну и пойдем дальше по книге так как мы играя размышляем вот так и так чё тут у нас у нас какие-то растения ну да ладно пока я в принципе могу побить растение и продолжить да так ладно нехорошие виды связанности да что это такое это те виды связанности которые приводят к созданию плохо организованного кода который трудно отлаживать и изменять метод с плохой связанностью лучше переписать чем тратить время и средства на поиск проблем и сейчас некоторые виды этой плохой связанности я перечислил это процедурная связанность имеет место когда операции в методе выполняются в определенном порядке в качестве примера можно привести метод получающий фамилию сотрудника затем его адрес а после этого номер телефона порядок этих операций важен потому важен только потому что он соответствует порядку в котором пользователи просят ввести данные остальные данные о сотруднике получают другой метод данном случае операции выполняются в определенном порядке и не объединены больше ничем поэтому метод имеет процедурную связанность для достижения лучшей связанности поместите разные операции в отдельные методы сделайте так чтобы вызывающий метод решал одну задачу причем полностью пусть он соответствует там имени к примеру get employee получить данные о сотруднике а не get first part of employee data получить первую часть данных о сотруднике вероятно при этом придется изменить и методы получающие остальные данные довольно часто достижение функциональной связанности требует изменения двух или более первоначальных методов но это нормально следующий тип не очень удачной связанности логическая связанность имеет место когда метод включает несколько операций а выбор выполняемой операции осуществляется на основе передаваемого в метод управляющего флага этот вид связанности называется логическим потому что операции метода объединены только управляющей логикой метода крупным оператором if или рядом блоков кейс какой-нибудь другой по настоящему логической связи между операциями нет поскольку определяющим атрибутом логической связанности является отсутствие отношений между операциями возможно лучше было бы назвать ее нелогичной связанностью в качестве примера такого метода можно привести метод input all принимающий в зависимости от полученного флага фамилии клиентов данные карты учета времени сотрудников или инвентаризационные данные другие примеры методы compute all edit all print all сейв олл главная проблема с ними в том что передавать флаг для управления работой метода нецелесообразно вместо метода выполняющего одну из трех операций зависимость от полученного флага лучше создать три метода выполняющих по одной операции если операции используют некоторые одинаковый код или общие данные код следует переместить в метод более низкого уровня а методы упаковать в класс однако логически связанный метод вполне приемлеме если его код состоит исключительно из ряда операторов ив или кейс или вызовов других методов если единственная роль метода координация выполнения команд и сам он не выполняет действий то это обычно удачное проектное решение а такие методы еще называют обработчиками событий обработчики часто используются в интерактивных средах таких как но интерактивные следы это всеми нами уже привычные эти операционные системы юай какие-то приложения с окошечками с кнопочками с картинками вот это все можно назвать интерактивными средами при дальше дальше идем смотрите есть тут при случайной связности каких-либо ясных отношений между выполняемыми в методе операциями нет этот вариант еще можно назвать отсутствием связности или хаотичной связностью низкокачественный метод такси плюс плюс приведенный в начале этой главы ну я не помню какой там был метод я вам по моему его описывал да там где было по моему 10 то ли они не 10 13 параметров в этом методе все они были что попало то есть как бы абсолютно разные потом были какие-то параметры на in какие-то out вот это это очень плохой например был к ну как делать нельзя и этот метод можно охарактеризовать то есть там либо случайно связностью либо хаотичная связность так вот эту случайную связность или хаотичную трудно преобразовать в более приемлемый вид связности как правило методы со случайно связностью нужно проектировать и реализовывать заново пока я тут говорил гекка меня этот неплохо так побил чуть не помер наверное я его сейчас от этого одного добью и иуда и как раз сюда уйду а то а то так и помереть можно блин зря ну как бы трачу эти восстановлялки здоровья а особо как много опыта я отсюда не получаю ну вот смотрите что творит сколько жизни уже снес сколько с нее жизни сдох на гека умер 210 очков опыта сколько мне до следующего еще 2000 опыта да так вот и что-то нашел более на 5 какие-то замесы вот это уже плохо так ладно подлечусь принципе со скорпионами вроде особо таких проблем уж и не было прям серьезных побить то вроде их могу раз давайте отойду подальше 2 ну да в принципе можно с ними воевать но так вот по чуть-чуть да сдохнет тяжело ранен больные чё что не помираешь ну ладно сейчас разберемся так 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 чё идем дальше вот дальше у нас тут удачные именно методов ну кстати но это я тебя добавлю это вопрос такой я уже наверно говорил об этом что удачно назвать еще ну иногда нужно подумать как же назвать так чтобы название было кратким содержательным ну как бы чтобы там и краткими содержательным и ничего лишнего не было то порой приходится потратить какое-то время то есть вот так вот со старта иногда не получается сразу раз и назвать функцию каким-то хорошим именем так у меня отравление это плохо сдохни короче уже всех так подбил да каждый то раненый то кто сильно кто не сильно но вздыхать никто не хочет кого-то вот этого имя метода должно ясно описать все что он делает ну и советы будут перечислены дальше описывайте все что метод выполняете выполняет напишите в имени метода все выходные данные и все побочные эффекты если метод вычисляет сумму показателей в отчете и открывает выходной файл имя compute report total будет не будет адекватным compute report total and open output файл имя адекватное но слишком длинное и не суразное создавая методы с побочными эффектами вы получите много длинных несуразных имен выход из этого положения не использование менее описательных имен а создание ясных методов без побочных эффектов избегайте невыразительных и неоднозначных глаголов некоторые глаголы могут описывать практически любое действие имена вроде handle calculation perform services output user process input и deal with output не говорят о работе метода ничего почти ничего в лучшем случае по этим именам можно догадаться что методы имеют какое-то отношение к вычислениям сервисом пользователям вводу и выводу соответственно исключением было бы использование глагола handle в специфическом техническом смысле обработки события иногда единственным недостатком метода является невыразительность его имени сам метод при этом может быть спроектирован очень хорошо спроектирован очень хорошо например если имя handle output заменить на format end print output роль метода станет более очевидной в других случаях невыразительность глагола в имени метода может объясняться аналогичным поведением метода неясная цель это невыразительное имя если это так лучше всего выполнить реструктуризацию метода и всех родственных методов чтобы все они получали более четкие цели и более выразительные имена точно их описывающие не используйте для дифференциации имен методов исключительно номера один разработчик написал весь свой код в форме единственного объемного кода точнее метода затем он разбил на фрагменты по 15 строк и создал методы парт 1 парт 2 парт 3 и так далее после этого он создал один высокоуровневый метод вызывающий каждую часть кода подобный способ создания именования методов глуп до невозможности и столь же ред редак как надеется стим макконнелл и все же программисты иногда используют номера для дифференциации таких методов как output user output user 1 и output user 2 номера в конце каждого из этих методов ничего не говорят о различиях представляемых методами абстракции поэтому такие имена нельзя признать удачными так так этих я побил сколько опыта 440 нормальненько нормальненько сохраняем так тут у нас хижинка глянем что тут домики есть 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 ли тут что-нибудь ну я что-то ничего тут не вижу это кто у нас это брамина скорпионы завалили брамина но судя по домику тут наверно еще где-то хозяин был так ладно идем дальше сначала мы зайдем сюда а блин опять какой-то замес а вот это удачно я сохранился так вот идешь идешь встречаешь каких-то беспредельщиков и помер надо почаще сохраняться да что ты будешь делать группа работорговцев за трубами нет и так что это у нас о 80 очков за успешно применение навыка натуралистов это видимо вот это что высветило что я встретил группу работорговцев это видимо вот это ну умение то ли натуралист то ли наблюдательность работает потому что без него я бы в принципе сразу на них нарвался походу а так есть возможность спрятаться так куда это я пришел карта это дыра хорошо так что такое дыра я сейчас расскажу попозже а сейчас я продолжу про методы так не ограничивайте длину методов искусственными правилами исследование показывает что оптимальная длина имени переменной равняется в среднем 9-15 символов как правило методы сложнее переменных поэтому и адекватные имена методов обычно длиннее в то же время к именам методов часто присоединяются имена объектов что по сути представляет предоставляет методам часть имени бесплатно главной задачей имени метода следует считать как можно более ясное и понятное описание сути метода поэтому имя может иметь любую длину удовлетворяющую этой цели так 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 для именования функции используйте описание возвращаемого значения значения функция возвращает значение и это следует должным образом отобразить в ее имени так имена косинус customer id next printer is ready pen current color ясно указывают что возвращает функции и поэтому являются удачными так 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 что мне дальше тут читать я не буду пройдусь-ка я дальше для именования процедуры используйте выразительный глагол дополняя его объектом процедура с функциональной связанностью обычно выполняет операцию над объектом над которым оно выполняет операцию над объектом имя должно отображать выполняемые процедуры действия и объект над которым оно выполняется вот что приводит нас к формату глагол плюс объект примеры удачных имен процедур print вид document calc monthly revenues check order info и repaginate document в случае объектно-ориентированных языков имя объекта в имя процедуры включать не нужно потому что объекты и так входят в состав вызов принимающих вид к примеру объект ну класс какой-то document и объект есть document соответственно у него есть функция print то есть document.print или order.info информация о заказе соответственно в метод не надо включать order.info check достаточно в этом классе просто создать функцию check и в результате у нас получится имя объекта order.info точечка и имя метода check и точно так же для остальных имена вида document точечка print document страдают от избыточности и могут стать в производных классах неверными если чек это класс производный от класса document суть вызова check print кажется очевидной печать чека в то же время вызов check .print document похож на печать записи чековой книжки или ежемесячной выписки со счета но никак не чека так ладно я тут зашел в эту дыру в дыру так какие-то ребятки как дела так я наверно пока диалог вступать не буду сейчас пробегусь тут посмотрю что где и как а потом вступлю в диалоги с разными там товарищами так я сейчас туда как я сказал пробегусь и что еще сделаю я дочитаю эту главу а потом вам расскажу что такое это за дыра да в фоллауте так на тебе пять минут ой пять монет ладно если дал по пять монет расскажи что-нибудь ах ты бомжара ладно только клянчит так дисциплинировать дисциплинированно используйте антонимы применение конвенции именования подразумевает подразумевающих использование антонимов поддерживает согласованность имен что облегчает чтение кода антонимы вроде first last понятны всем пары вроде file open и подчеркивание l close не симметричны и вызывают замешательство вот некоторые антонимы которые популярны программирования add remove begin end create destroy first last get put get set increment decrement insert delete lock unlock min max old new next previous ну и так далее я думаю вы поняли так вот эти антонимы желательно использовать ну не именно вот эти а так чтобы ну чтобы было соответствие да именно слову антонимы то есть что это такое почитайте если не знаете вот но это как бы противоположности то есть добавить удалить сделали и обратная операция удалить получить установить get set создать разрушить create destroy так идем дальше определяйте конвенции и именование часто используемых операций при работе над некоторыми системами важно различать различные виды операции самыми лег самым легким и надежным способом определения этих различий часто оказывается конвенция именования в одном из проектов стива макконнелла каждый объект умел уникальный идентификатор и они команда с которой работал стив макконнелл не не поленились да нет наоборот они не потрудились выработать конвенцию именования методов возвращающих идентификатор объекта в итоге они получили такие имена employee.id.get depend .get id супервизор и кандидат .ид класс employee предоставлял доступ к объекту id который в свою очередь включал метод get класс depend предоставлял для этой цели метод get.id разработчик класса супервизор сделал id значением возвращаемым по умолчанию а класс кандидат предоставлял доступ к объекту id который по умолчанию возвращал значение идентификатора к середине проекта никто из нас уже и не не мог вспомнить какой из методов предполагалось использовать для того или иного объекта но мы уже но они уже написали слишком много кода чтобы возвращаться назад и все согласовывать поэтому каждому члену группы пришлось тратить лишнее усилие на запоминание нецелесообразных и не согласованных подробностей синтаксиса получения id из каждого класса конвенция именования определяющая получение id сделала бы такую неприятность невозможной так но теперь я расскажу что это за дыра что это такое за поселение мерзейшего вида городок без пушки туда лучше не появляться но так типа должно быть где-то на вывеске при входе в это в это место но тут я не вижу этой надписи поселение в нескольких днях пути к юго-востоку от кламата о дыре ходит дурная слава дурная слава притона наркоманов и работорговцев основной товар здесь наркотики боеприпасы и рабы ну кстати она будет потом всех перебить но если не будет как в первом фоллауте такого резкого завершения игры типа ты прошел все красавчик власть здесь отсутствует но наибольшую силу в городе представляет работорговцы и местные торгаши вот я был во второй части города вот там я вспомнил вспомнил я же когда-то играл в фоллаут и вспомнил что там как раз у них запрятан ну этот виг заключен поэтому там надо будет либо воевать но я всегда воевал либо попытаться мирно это решить ну попробую у меня как раз навыки прокачаны разговора то попробую мирно решить город разделен на две части западную и восточную а вот тут кстати по моему я могу размутить машину это я тоже вспомнил сейчас я с этим поговорю так присматривать что это такое ух ты она на ходу если бы так у меня был я бы продал машину за 2000 а аккумулятор подожди контроллер хорошо у меня вроде этот контроллер есть как раз не понял а надо 2000 размутить я понял у меня 2000 нету так сейчас секундочку ну автомобильная запчасть у меня есть но у меня нету 2000 значит значит надо накалядовать у кого-то 2000 так вот город разделен этот на две части в западной части находится единственный игорный дом рыбаки который тоже так же славится самой дешевой выпивкой в городе ну и есть свалка машин вот эту свалку мы только что видели в восточной же части обосновалась гильдия работорговцев то есть это 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 вот та восточная часть куда мы пойдем позже там мы видели церквушку и кладбище кстати у меня есть лопата и вот эти могилы можно разрывать но тогда насколько я помню ты получаешь карму копальщика могил вот а это а это не очень как бы хорошо ну хотя в принципе все равно просто некоторые на тебя уже так смотрят знаете косятся смотрят ну потому что ты копаешь эти могилы вот и и и и можно в принципе и копать а можно и не копать так что у нас тут еще ну в городе тут два магазина есть и все такое короче жизнь или пустошей стараются обходить этот город стороной опасаясь попасть в рабство погибнуть от ножа наркомана или пули местного бандита не безосновательно надо сказать соответственно в этом городе каждый сам за себя власти нет никого нет и все и все такое в бред царит анархия и процветает дарвиновский естественный отбор здесь выживают только самые быстрые хитрые и ловкие но надеюсь я тут выжил и так вот я пришел в эту часть города да вот о заткни хлебала видите тут все борзые ни у кого бабла нету а хотелось бы на каля давать две тысячи потому что он за две тысячи может продать мне машину ну что ж я сохранюсь я сохранюсь и зайду ка вот сюда то есть это насколько помню гильдия работ торговцев так 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 мне надо пойти главному я так понимаю вона да это главный насчет века сейчас я попробую поговорить так этот маленький о нехорошее слово и сказал что она она не ловит я ухватил его от рада там а что за передачи так так как же мне века не а как мне его видеть слушай мне вроде разговор прокачан слушай чурка дубовая да как он разговаривает я этот потомок блин этого как его вылетел из головы ну тот который вышел из убежища там спас всех точнее убежище спас в принципе никого он другого не спасал потому что все и так живут в пустоши так еще раз почему вы уже да тут особо чё-то разговора больше нету а если попробовать вступить то чё надо а тут на лбу татуировку то не я не знаю можно ли потом смыть мнение ребятки я извините но более вот вид по ходу и этот мудила мне не хочет нафиг нет на это рация а ну-ка то она не работает болен а сейчас с ними воевать то я их не вытяну их слишком много попробовать где-то найти поторговать разве что с кем-то или сейчас выполнить квесты какие-нибудь но тут есть квесты можно выполнить так ладно бартер о 117 ну что такое 117 давай все но буду так деньги собирать чем делать так сейчас с этим поговорим нету квестом в любом городке есть какие-то квесты так тысячи чудо фигел тысячу короче на двоя шины дал ему денег он купился и все и и и вот тут могилы когда-то копала лопатой захочешь копаешь да то можно принципе что-то найти я не помню что-то полезно не полезно но что-то да найти можно так что-то ни у кого денег нет да нету ладно пойду в тот в ту часть города там есть есть я вспомнил один квест был так квест квест вот вот здесь по моему по моему да вот тут мужичок над гробом стоит то тут надо ночью подойти к нему и так и так сейчас наверное сегодня я тут поберу всякие квеста сейчас и не буду пока продолжать по высококачественным методом но в следующий раз по высококачественным методом мы продолжим и и и и это будет у нас насколько объемный может быть метод советы некоторые по использованию параметрам методом еще там еще отдельные соображения по использовании методов ну 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 и и ключевые моменты будут и после всего этого будут будут вопросы касательно защитного программирования ну и короче будем идти дальше по по книге ну а сейчас надо все таки тут так как мы все таки играем где-то играем а где-то размышляем начать надо где-то и поиграть и сейчас мне надо взять какие-то квесты квесты вот с этим каким-то наркоманом ананиус какой-то вот приятно познакомиться и расскажите про мумию так сколько стоит 25 долларов ладно так а чё дальше расскажите а история был амулет а был амулет вот это по моему квест на данному лет призрак и страдает и все так что я не понял взял и квест не взял блин клама не взял походу давайте-ка еще так у меня интересует про призы мне дадут большую чашку горячего какаша под страшный рассказ так она держалась на троне благодаря амулету который она никогда не снимал классно ну да что там было дальше итак злой волшебник отправил юную принцессу забрал у нее амулет с тех пор она бродит по комнате которая вон там прямо за стеной ну и после полуночи когда оживается нечисть вот почему я всегда запираю двери да я помню там надо было ночью подойти и взять амулет так сбегаю я к в этот все-таки вот сюда сколько мне там баблишко 67 долларов крыша и вот поговорю с этим виски 30 долларов 20 долларов это перебор или нет я как бы не хотел более надо тогда черт сразу бы чуть давайте еще раз к не виски информации вот деньги а у меня денег нету и и и поторговать а я же загрузился да где-то надо раздобыть деньжат а у кого их раздобыть да с деньгами тут проблемка ну по крайней мере сейчас на так это кто рыбака бартер ничего нету у него всего лишь 5 долларов от 20 . стоило не кисло разница конечно же все у нее будет закидываться все будут у нее так это кто блин надо какие-то квесты взять точнее дело ладно сейчас здесь зайдем кто у нас тут они а где я торговал я с кем-то поторговал а ну-ка это кто лара просто осматриваюсь я могу постоять за себя за что церковь охранять на то что она узнает что там хранится конечно узнать что хранится в церкви есть один квест есть дальше дальше зайдем сюда владелец магазина ну давайте торговать опача у меня был походу этот же забрал да регулятор походу он забрал когда я ему ну да этот чувачок забрал мне либо регулятор блин 125 психо-психо-психо подчем стимуляторы 600 1089 ну десерт игла сколько он интересного стоит 2900 у меня столько нет ладно так 300 крышек есть теперь 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 к я сбегаю сейчас к тому как его быдловатому бармену но он видимо быдловатый из-за того что там рядом вот эти работ торговцы они наверно его крышуют и в принципе он страх потерял как бы ничего и никого ничего не боится скорее всего из-за этого так виски вот деньги не понял виски 20 за порцию блин что-то дорого но 20 до виски Не, какая-то ерунда Там вроде должен был браться квест Типа, когда я спрашиваю, что виски так дорого Так, что у меня прокачано Красноречие Странно Так, вот эти могилы, которые можно О, и тут можно, здесь лежит вестер В нем четверка дыр У каждой 44-й калибра Мы до сих пор слышим его голос Ну, типа, можно читать надгробие В память моего мужа Который умер в 1803-го года Обладает всеми качествами Хорошей жены нуждается в утешении Ну, типа, тут с юморком такие Эти Надписи Но, может быть Потом пороем эти могилы А сейчас мне попросили узнать Че тут в церкви Ооо Так, я Пятьсот очков опыта получил Ну, сохранимся Эти не хотят со мной разговаривать Ну, в прошлый раз, когда я играл То я, в принципе, их убивал То я тут всех убивал Тут такие замесы были Заходишь в этот район И те на тебя идут И другие, и третьи Так, что в церкви я узнал Сейчас я к этой подойду И скажу Было бы неплохо Сейчас, оп, уровень получить Он мне пятьсот опыта осталось И, и, и Взять еще каких-то квестов Ну, что Большие Ага, вот Деньги Спасибо Да Так Она меня попросила Поговорить с тем Работорговцем Чтобы Я узнал Не против ли он будет Если она Придет сюда И перебьет Этих бандитов Пойду-ка я узнаю И попробую еще раз О Вике поговорить Так Так Ну Пойду я сюда Так И первым делом Мне Лора попросила У меня разрешение на войну Да что это Пчела Я в дружок Так Так значит можно Ну что ж Предложение стоит Если она считает Что может выше бить То Это значит да Мне все равно О Нормально Договорился 200 очков Опыта И еще раз Попаду в Вика Так Можно его увидеть Зачем А ладно Только чтобы не мешать Ему чинить И пусть Меня уже О Он разрешил Да Так Хорошо Насчет Вика Вот Сейчас я поговорю С Виком Я здесь Ух ты Для меня Я сделаю все У меня есть с собой Рация Я понял Я ему дал рацию Он ее сейчас Починит Точнее он Починит Том Что должен Починить Вот этому Работару Гоутин Так Может быть Так Ладно Он в конце концов Заставил То есть Он что-то Починил Соответственно Штуку Баксов Он просит За него Штуки Баксов У меня нет Значит Тут проблема Сторговать Не с кем На самом то деле С другой стороны Может это не проблема Возможно Это так было и задумано Что торговать Не с кем Что надо Как-то Крутиться Суетиться Сейчас я сбегаю К этой Бобенке И скажу ей Что Этот Мецгер Разрешил Ей повоевать По идее Она сейчас Предложит Мне По идее Ну Мол Погнали С нами Поможешь В надежде Что Меня Убьют Короче Так Сейчас Мы У них У них Немного Дай денег У них Слабое Место Сколько Я заплачу 150 И че Найти Слабую Сторону Подождите Достать Запчасть Я же Достал Запчасть А Ему Нужны Деньги 2000 Так Слабую Сторону Хорошо Давайте Я Вот Сюда Еще Зайду Ну В принципе Видите Шаг За Шагом Квест За Квестом И Так Че Это У нас Кто Тут Кто Тут Встал Мне Дает Пройти Отойди Не Туда Отойди Отойди Дальше Отойди Не Туда Отойди Так Это Кто Флирк Обжорку Прямо За Кладбищем Так Ладно Так Это Какой То Чокнутый О Такой Чокнутый Чокнутый Но у него У него Смотрите Тут Немало Всего Но Дело В том Что у него Мало Деньжат Деньжат 84 Крышки А мне Надо Побольше Продать У меня Нечего Единственный Вариант Это 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 Устроить Какой Нибудь Замес Так А я тут Еще Не Был А это Че Ух ты Точно Надо Надо Мне Еще Квестов Так Че Это Рада Тебя Видеть Это Привет Привет Че Они Неразговорчивые Двери Открытые А тут А че Это За Локация Вроде Тут Две Должно Было Быть Ну Возьмем Че Она без дела Лежит Возьмем Это Всегда Можно Кому-то Впарить Тут Видимо Так Не Не Работ Тебе 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 объемными могут быть методы вот эту часть головы прошу прощения микрофон упал зацепил так продолжим тогда насколько объемный может быть метод ну и тут такое вступление на пути в америку пилигримы спорили о лучшей максимальной длине метода и вот они приплыли к плимутскому камню и начали составлять мэйфлаерское соглашение о максимальной длине методов пилигримы так и не договорились а так как до подписания соглашений они не могли высадиться на берег то сдались и не включили этот пункт в соглашение результатом стали нескончаемые дебаты о допустимой длине методов в теоретических работах длину метода чаще советуют ограничивать числом строк помещающимся на экране монитора или же одной двумя страницами что соответствует примерно 50-150 строчек кода следуя этому правилу в ibm однажды ограничили методы 50 строками а в trv двумя страницами современные программы обычно включают массу очень коротких методов вызываемых из нескольких более крупных методов однако длинные методы далеки от вымирания незадолго до завершения работы над этой книгой стим макконнелл в течение месяца посетил двух клиентов в одном случае программисты боролись с методом включающим примерно четыре тысячи строчек кода во втором пытались укоротить метод содержащий более двух точнее 12 тысяч строк длина метода уже давно стала предметом исследований некоторые из них устарели а другие актуальные по сей день так это я встретил какого-то воришку а батя ему рассказывает типа наворовать эта игра а пацан такой делает лишь он дурачок хотя нет он там синяк на руке знаешь батя его бьет так но ты не знаешь не кто бы мог а тебе так заботиться может мамаша ну не моя типа хм мы бездомных жаль что так чё то я не по с кем это я говорил кстати с фонарем лечу что не вижу никого а вот это малой о короче надо сейчас бегать к мамашем короче разбегая к мамашу и поговорю за этого малого скорее всего надо будет договориться чтобы она его взяла к себе ну и все будет зашибись так ладно пока мы продолжим о методах базили и перегоны обнаружили обратную корреляции между размером метода и уровнем ошибок при росте размера методов вплоть до 200 строк число ошибок в расчете на одну строку снижалась другое исследование показала что числом ошибок коррелировали структурная сложность и объем используемых данных но не размер метода то есть числом ошибок коррелировали структурная сложность и объем данных но не размер методов то есть другое исследование показало что размер метода не особо влияло на число ошибок в исследовании в 1986 году было обнаружено что небольшой размер методов 32 строки или менее не коррелировал с меньшими затратами на их разработку или меньшим числом дефектов разработка крупных методов 65 строк и более в расчете на одну строку кода был дешевле дешевле но это в том году нужно понимать что и мониторы были другие и количество строчек кода вмещалась тоже там по порядка 40 на строчек кода и всем так что-то нам не рассказывает я просто крат клацают дальше ухты 200 опыта за то что я поговорил с ней круто подожди одета мамаша вот это она ого так мы должны что-нибудь при я слышал и никому не безразлично может чтобы я в городе так я думаю что смогу их оттуда выдворить а там короче наркоманы всякие надо их оттуда выселить так а что по поводу этого малого ладно съел так хорошо хочу с это может с ней а уже все нормально так дальше еще были исследования длины методов опытное изучение 450 методов показала что небольшие методы включающие меньше 143 команд исходного кода с учетом комментариев содержали на 23 процента больше ошибок в расчете на одну строчку кода чем более крупные методы но исправление меньших методов было в две целых четыре десятых раза менее дорогим то есть как бы исправлять ошибки в маленьких методах дешевле но количество ошибок не так уж и уж сильно и зависит исследования позволили обнаружить что код требовал минимальных изменений если методы составляли в среднем 100-150 строчек кода исследования проведенные в IBM показала что максимальный уровень ошибок был характерен для методов размер которых превышал 500 строчек кода при дальнейшем увеличении методов уровень ошибок возрастал пропорционально числу строк то есть как бы какой вывод можно сделать что есть какая какой то все таки уровень или количество строчек кода или та грань после которой количество ошибок начинает расти пропорционально количеству строчек код походу вот это наркоманы их надо отсюда выселить пока я заберу у них бухло это бухло можно будет напарить кому-то и надо вот добраться это наверное главный из среди наркоманов не так я хочу чтобы ты твои свалили из этого здания мы же предлагали мы никуда не пока она не заплатит она не собирается вам платить о вот это ладно ты победил не думай на на вы же типа это как-то это окей но это наркоманы принципе много сил их побить, по идее, не составляет труда. Ну, много сил не потрачу я. Ну, вроде карма не падает. Ну, просто как-то странно, на самом деле. Они вроде согласились. Ничего себе он лупит. Ого, этот с ножиком. Ах ты, нарковыга. Че там с ним? Тяжело ранен? На тебе, раз, два, три. Походу, я что-то не так сказал. Ну, раз, они согрелись. Но сейчас попробую этих троих убить. Если больше никто не согрится, то значит все нормально. Так, ладно. Так, какую же длину методов считать приемлемой? В объектно-ориентированных программах. Многие методы в объектно-ориентированных программах будут методами доступа. И обычно будут короткими. Время от времени реализация сложного алгоритма будет требовать создания более длинного метода. методом методу можно будет позволить вырасти до 100-200 строчек. Строкой считается не пустая строка исходного кода, не являющаяся комментарием. То есть строка это чистый код, который не комментарий и не пустая строка. Ну, чтобы вы понимали. Десятилетия исследований говорят о том, что методы такой длины не больше подвержены ошибкам, чем методы меньших размеров. Пусть длину метода определяет не искусственные ограничения, а такие факторы, как связность метода. Глубина вложенности, число переменных, число точек принятия решений, число комментариев, необходимых для объяснений метода и другие соображения, связанные со сложностью метода. Что касается методов, включающих более 200 строк кода, то к ним следует относиться настороженно. Ни в одном из исследований, в которых было обнаружено, что более крупным методом соответствует меньшая стоимость разработки, меньший уровень ошибок или оба фактора, эта тенденция не усиливалась при увеличении размера свыше 200 строк. А при превышении этого предела методы неизбежно становятся менее понятными. Ну, от себя бы я мог добавить, что все-таки не стоит плодить слишком длинные методы. Длина строк. Тут, как бы, да, было сказано, что чем они больше, тем больше вероятность того, что они уже будут там плохо связаны быть и все такое. Соответственно, это все добро усложняет чтение. Когда у нас большие методы, бывает необходимо, бывает необходимость в том, чтобы длина методов, ну или функций, как я уже говорю, там, если касают, если касаясь языков C и C++, бывает, что длина методов может быть 200, 300, то и 400 строчек кода. Это обусловлено определенными причинами. Но очень часто начинающие программисты могут писать такие методы по 200, 300 строчек кода. И этому опытному программисту часто можно задать вопрос, а можно ли там разнести эти методы, ну, разделить их на подметоды, да, разбить их на 2, 3, 4, то и 5 других методов. И если подумать, то почти всегда это можно сделать. Соответственно, код разбивается, и одна функция из 200 строчек, из одной функции из 200 строчек, получается там, к примеру, 4 функции по 50 строчек кода. И сразу же начинающий программист видит, насколько это проще, легче и понятнее поддерживать такой код и читать, и даже исправлять какие-то ошибки. Так, я сохраню вам жизнь. Не понял. А теперь... А теперь он, короче... Ёлки-палки. Блин, тогда они согласились, а сейчас в чем проблема? Поэтому всегда, если есть возможность, сокращайте количество. Но, как было сказано, не надо вот жестко ограничивать себя, да, что методы должны быть не длиннее, там, 80 строчек кода. И все. И сидеть, думать, но если действительно не получается, и сидеть, ломать голову над этим, как же достигнуть этого? Если в этом методе этого достигнуть невозможно. То есть нужно всегда подходить ко всему здраво и осмысленно. Если есть возможность, значит разбивайте. Если вы пишете большой метод, то задумайтесь, а можно ли разнести на подметоды? Если можно разбить на логические какие-то составляющие, то делайте это, сразу же делайте. И тогда у вас каждый метод будет обоснованно длинный, либо обоснованно короткий. То есть если он длинный, то вы всегда можете обосновать почему. И почему нельзя его уменьшить. Потому что бывают такие методы, в которых идет в зависимости от получаемого флага, ну, значение, может быть большой кейс, свитч. Ну, свитч, и там много кейсов быть. И разбивать его на подметоды иногда совершенно нецелесообразно. Потому что там просто идет, в зависимости от флага управляющего, что нужно делать. Какой смысл, даже если он занимает 500 строчек кода, разбивать его на подметоды. Это наоборот только усложняет логику. Так. Нет, ты прав, что ты это, к тому же... Ну, все, они типа ушли. А, все, нормалек. Сохраняем. Так, шо, я сейчас бегаю к этой мамаше. Скажу, что я договорился. По идее, мне дадут опыт. Смотрите, блин, 5 опыта до следующего уровня. Я возьму уровень, и на сегодня все. А в уровне, кстати, я прокачаю ремонт. Потому что... Ну, надо мне ремонт прокачать. А то в той яме, что возле кламата, я так... Там нужно отремонтировать генератор. Отремонтировать. Так. Есть, 750 опыта. Круто. Круто. О! Так, теперь смотрите. Торговец. Ну, что-то, блин, не знаю, тратить на торговца не хочу. Это вы получаете на одного компаньона больше. Нет, Галарон. Нет. Нет. Внушительность. Вы привлекаете всех, как только в ходе каждой уровня. Этот способом улучшает первоначальное впечатление на 10%. Барахольщик. Не знаю, бонус движения. А, блин, что бы делать? Ой, что бы взять? Дает 2 к силе. Прилив адреналина. Ага. Нет. Переговорщик. Смотрите, это 10% к бартеру и красноречию, а это 20% к бартеру. То, может быть, переговорщик взять, а? Вор. Внушительность. Давайте-ка я возьму переговорщик. Да. А тут починим ремонт. Починим, блин, увеличим. Блин, легкое оружие бы прокачать. Да ладно, ремонт пока. Есть. Сейчас еще поторгую. Может быть, я 500 деньжат намучу все-таки. Так, 10, 15, 25. Опа, а где у меня? У меня же 2 винтовки было. Очень интересно. Где-то пропало... Где-то протерял я 1 винтовку. А где? А, я же, по-моему, что-то покупал. Блин, забываю. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Сбегаю я сейчас еще к тому малому. Скажу, что, типа, дружище, все нормально, не переживай. Ну, и на сегодня закончим. Сейчас я сбегаю, скажу ему. Может, тоже какие-то очки опыта дадут. Сколько мне до следующего уровня, до следующего... А, так-то, в принципе, не так уж и много, да? Тут по чуть-чуть прибавляется. Это плохо, когда, знаете, в 2 раза там. Типа до следующего уровня до 100 очков, потом 200, потом 400, потом и т.д. И т.п. И, соответственно, это все растет, растет. Вот тут, в принципе, что, по 6 тысяч надо было. Ну, ладно. Хотя, в принципе, на сегодня все. Поэтому всем спасибо за внимание. Сейчас тут уже вне записи. Это за обмарадеры. Заберу все эти шмотки. Сбегаю к малому. Ну, а в следующий раз продолжим. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. И все такое. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok